В Донецке все острее нарастает проблема вывоза мусора. В местных каналах публикуют фото и видео из разных точек города, в том числе из центра. Отходы в большом количестве лежат на обочинах и во дворах многоэтажек. На 15, ниже дома, свалка мусора, ничего не вывозится. Теплечный мусор убирается уже неизвестно сколько. Уже горы, вонять уже начал. По словам дончан, на некоторых улицах мусор в последний раз вывозили еще в ноябре. Мусор до нового года уже не забирали три месяца. Потом один раз в начале января и опять тишина. На хуторе Широком мусор последний раз вывозили в середине ноября. Без какого перепугу люди должны платить за услугу, которой нет? Донецк, Ленинский, улица Куприна. Баки не то что полные, рядом с полными баками уже свалка. И все это во дворах многоквартирных домов. Также улица Обильная, частный сектор. Вся обочина в мешках. Караванная. Там вообще, наверное, забыли, когда забирали мусор. И обочина, и столбы, и деревья. Все в пакетах и мешках. Отходы скапливаются не только возле контейнеров. Ветром их разносят по всему городу. Вместо коммунальщиков мусор уже убирают дети. На самом деле уже больно смотреть, как мой любимый красивый город утопает в мусоре. Это больно смотреть. Играют дети на площадке. Пролетарский район, Граденовский. И куча груды мусора. И дети бегают за мечом через вот такой кошмар. Мусорный коллапс в Донецке признает сама группировка ДНР. По словам так называемого мэра города Алексея Кулемзина, отходы вывозят. Но не везде. Хотя еще в начале войны на Донбассе в 2014-м дончане гордились чистыми улицами, несмотря на военные действия, эта проблема возникает на оккупированной территории в последние годы с некоторой периодичностью. Теперь же она достигла пика. Сейчас группировка ДНР заявляет, для оперативной уборки мусора не хватает транспорта и рабочих рук. Сегодня в ряде районов города Донецка сложилась острая ситуация с вывозом мусора. Комплектованность коммунальных служб менее 30%. Потому что эти люди действительно делают все возможное для того, чтобы поддерживать город на лежачем состоянии. Вывозом мусора в Донецке занимается всего одна муниципальная компания «Громада». Она была создана еще до оккупации города в 2008 году. Сейчас предприятие активно ищет водителей, грузчиков и других специалистов. Зарплата по донецким меркам указана немаленькая – от 27 до 65 тысяч рублей. Но это, судя по всему, не является стимулом для потенциальных работников. В то же время сами дончане рассказывают, что эти цифры чрезвычайно преувеличены. По их словам, зарплаты коммунальщиков намного меньше и поднимать их никто не спешит. Что касается кадрового голода, то в компании «Громада» его связывают с тем, что многие люди выехали. Группировка ДНР предпочитает не упоминать принудительную мобилизацию, в ходе которой на фронт отправили тысячи мужчин. А именно они работали на предприятиях по сбору бытовых отходов и водителями, и грузчиками. Летом 2022 года Восточная правозащитная группа сообщала, что на передовую перебросили около 140 тысяч человек из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Спустя полгода количество принудительных новобранцев, конечно же, увеличилось. Из-за этого некоторые отрасли и до этого слабо развивающиеся промышленности группировок ЛДНР пришли в упадок. Так, кремлевский прокси Леонид Пасечник говорил о нерентабельности шахт. На них, по его словам, стало просто некому работать. Что до Донецка, то здесь коммунальщики пострадали в значительной степени. Только с предприятия «Донбассгаз» на войну отправили около 900 мужчин. Вряд ли сотрудники компании, которая занимается вывозом бытовых отходов, получили брони и избежали участия в боевых действиях. Дончане, кстати, тоже связывают мусорный коллапс именно с мобилизацией. По их словам, принудительно отправили на войну практически всех работников ЖЭКов. Судя по информации в местных чатах, отходы не вывозят также в Макеевке и Харциске. При этом группировка ДНР заявляет о планах построить два новых полигона и предприятия по переработке мусора, куда якобы смогут отвозить почти полтора миллиона тонн отходов в год. Только неизвестно, кто будет убирать этот мусор. Ведь вполне вероятно, что новые волны принудительной мобилизации на оккупированных территориях Донбасса еще впереди. Продолжение следует...